Здравствуйте, меня зовут Юлия. Мы сейчас находимся в университете CD.com и к нам пришел наш выпускник, успешный Артур Морозов. Привет. Артур, я знаю, что вы недавно устроились на новую работу на позицию Junior Deops. Все правильно. И при этом я помню, что вы пришли буквально меньше чем полтора года назад к нам учиться. Да, все верно, это было 25 июня прошлого года. Здорово. Артур, расскажите, пожалуйста, как у вас это получилось, потому что у нас есть много студентов, которые не верят в себя, думают, что что-то не получится, или вообще думают, начинают учиться или нет, или нет. Как вообще у вас это все произошло? Я попал в CD.com и до того, как я закончил второй семестр сессии на раутинг и свитчинг, меня уже нашла работа, поэтому просто пробуйте и все будет получаться. После того, как я поработал полгода, я понял, чем бы я хотел заниматься и просто шел к этой цели. При этом завершив сертификацию по системе раутинг и свитчинг в апреле этого года, было немножко тяжелее это совмещать с работой, конечно. Но все получилось здорово. Отлично. Так, а как так получилось, что у вас нашла работа вообще? И какая это у вас была первая работа? Я воспользовался ресурсом одним, очень популярным, Gini называется. Опубликовал свой профиль и ни на что не рассчитывал. Я как бы хотел сначала получить сертификат, а потом уже искать работу. Вот. А попал я в небольшую компанию. Эта компания занималась интеграцией продуктов. Там я приобщился немножко к админству Винды. И мне так повезло просто, у меня в кабинете сидели пару парней девопсов и очень грамотных. И я немножко перенял у них опыта. Ну хотя бы посидев, послушав полгодика, начинаешь немного расширять свой кругозор. И тогда понимаешь, что тебе больше нравится. Отлично. А как быстро у вас нашла эта работа после того, как вы начали обучаться на курсе? На курсе цельско-сессии. Вот с 25 июня я начал обучение и 19 сентября я уже вышел на работу. Ага, то есть это два месяца, да? Ну, условно, да, плюс-минус. Здорово. Хорошо. Ну, Артур, я знаю, что вы ранее до этого, у вас нету IT-образования, да? Да, у меня юридическое образование, я никак не был связан с IT-сферой. И я просто пытался понять, как бы, с чего стоит начать. И очень много ресурсов мне советовали начать с сетей, потому что это такой базис, который нужен, ну, любому одежнику, неважно, ты админ на Винде, на Линуксе или ты программист, в любом случае тебе понадобятся сети. Это такое базовое знание, которое позволяет тебе нарастить, так сказать, на этот скелет в дальнейшем в другие технологии. Отлично. Хорошо, Артур. А что бы вы порекомендовали людям, которые вот только, ну, начинают или задумываются, ну, учить все эти те же, да? Да, ну, каждый путь, он индивидуален, но если вот рассматривать конкретно мою стезю, то нужно получить сертификат. Я к этому шел очень стремительно, вот. Обгоняют другие группы, если помните. Да, я понял, что вы гораздо быстрее учились к мне. Нужно ботанить постоянно, нужно привыкнуть к тому, что вот нет такого момента, когда знаний достаточно. И нужно постоянно себя держать в какой-то такой среде, когда, ну, некомфортной для себя обстановке. Мне это, допустим, помогает и подстегивать еще больше учиться. Вот. Ну, и сам по себе сертификат, он помогает твоему будущему работодателю понять, что ты обучаемый человек. Неважно, сколько тебе лет или какое у тебя образование. Ну, я уверен, что, возможно, и будут какие-то предрассудки, если тебе 55-65 лет. Но если там тебе 25-35, то, условно, я не вижу никаких ограничений, потому что сейчас наблюдается, как по мне, очень серьезный кадровый голод. И если тебе там 30+, как мне, то, ну, вот, у молодых парней, насколько я встречался с ними и общался, не хватает такой целеустремленности. Вот. И если есть это у тебя, то никаких проблем не будет. Вопрос только во времени. Кому-то это дается быстрее, кому-то это дается медленнее. Но в любом случае, если есть цель, то к ней вполне возможно дойти. Отлично. Артур, вы также мне говорили там за чашечкой чая, что вы реально занимаетесь тем, что вам нравится, да? Да, без этого никак. Но когда я понял, чем бы я хотел заниматься, и что я не хотел бы, чтобы мои руки прикасались к винде, то я с Linux могу провести неважно сколько времени, и я не буду это воспринимать как работу. Ну, то есть важно определиться в жизни, что тебе вот прикалывает больше всего. И тогда, ну, все остальное придет. И работа там, и деньги, как приятный бонус, и хорошая компания. Вот. Поэтому все вот. Нужно только пожелать и стремиться к этому. Прекрасно. И еще в последний момент у нас многие студенты почему-то боятся учить английский, или что у них там не получается, там, говорить. Насколько важно вот в вашем вот этом пути, который вы прошли, был английский? Ну, первая работа, на которую я попал, там, там были тесты по английскому. Но мне просто повезло, последние 4 года я учился в специализированной школе по английскому. Ну, по крайней мере, ну, чтобы вы понимали, да, школу я закончил в 2005 году. Это в школе, когда в школе как обычно? В школе как обычно, да. То есть с 2001 по 2005 я учил нормально английский, у меня был флювент уровень полностью. Сейчас я его разбазарю. Но, тем не менее, тех знаний, которые у меня остаются, их достаточно. Ну, то есть с вас никто не будет требовать каких-то, ну, 7-5 его лбу не нужно быть, скажем так. Ну, какой-то, да, нужно хотя бы какой-нибудь pre-intermediate и обучаемость. И все, здесь ничего не страшного. Вот. Ну, и тем не менее, в IT-шной сфере, ну, нужно техническим английским обладать. Ну, это 100% так, потому что нагуглить какую-то нормальную информацию на русском языке, ну, ее сложно, скажем так. Это все перепись с английского и устаревшая штука. Ну, зависит от сферы, но, тем не менее, вот, последние там лет 7, ну, условно, я там не смотрю YouTube на русском и не гуглю ничего на русском языке вообще. И английский можно прокачать там за 3-4 месяца, я полагаю, до того приемлемого уровня, чтобы получить работу. Достаточно, да? Да. Прекрасно. Хорошо. Спасибо вам, Артур. Скажите, пожалуйста, какие у вас все планы на будущее? Я думаю, что это как бы не предел. Конечно, не предел. Когда я попал в эту сферу, я сейчас наблюдаю очень-очень сильный недостаток знаний там в определенных областях, там, администрирование баз данных. Раньше для меня это было просто запроверженеть базу и вот как бы, вот она, да. А сейчас это совершенно не так. Но планы ботанить дальше. Возможно, это будет LPIC. Или какие-то клаудные сертификации. Но это зависит от проекта. Я сейчас совсем недавно на новом месте, поэтому нужно определиться, какой из клуб технологий наиболее важен для проекта. И от этого уже отталкиваться и подтверждать свои знания о дальнейшем сертификации. Отлично. Спасибо вам большое, Артур. Было очень интересно услышать вашу историю. Вот, ребята, вы тоже не стесняйтесь. Спрашивайте, мы всем вам поможем с трудоустройством, с обучением. Если получилось у одного человека, значит у вас тоже получится. Приглашаю на курсы к нам. Спасибо.